Музыка Особый акцент мы делаем на развитии семейного бизнеса, потому что когда это маленькое сообщество, это маленькая ячейка, которая является самым базовым уровнем, когда она вместе имеет интерес и приобретает выгоды, понимает лучше друг друга, коммуницирует, то этот бизнес, он устойчивый и более стабильный. Почему мы поддерживаем данное мероприятие? Потому что для нас развитие семейного предпринимательства тоже очень важно, потому что из 138 тысяч клиентов на сегодняшний день нашей компании, большинство из них являются семейными предпринимателями. Крупный бизнес как-то уже обучается, а вот именно представители семейного бизнеса, к сожалению, вкладывают очень большие деньги в открытие того же магазина или ресторана, или какое-то свое предприятие, но жалеют деньги на обучение того же персонала. Берут своих родственников, продавцами, операторами даже звонков. Мы здесь для того, чтобы заявить о себе о нашей компании, показать выгоды нашей компании, вообще в целом доступность именно юридических услуг, именно возможность получения субъектами малого, среднего, вообще населением, Казахстана, квалифицированной юридической помощи за доступные средства. Наш фонд занимается ручным видом прикладных искусств, все делает, ну, ребят с ограниченными возможностями. Больше, как партнеров, что ли, таких же, может быть, ребят, ну, людей, не обязательно, чтобы были ограниченные возможности, чтобы много, побольше узнали о нашем фонде и приходили к нам. Так как мы занимаемся микрокредитованием, это практически, можно сказать, 100% у нас получают деньги как раз-таки предприниматели, именно базирующиеся на семейного бизнеса предпринимателях. Так как мы базируемся в сельской местности, то есть мы кредитуем сельских предпринимателей, конечно же, большая доля предпринимателей, которые работают в сельскохозяйственном секторе. Это животноводство и так далее, это семейные фермы такие, да? Если старание всех членов семьи будет, общее такое ядро, должно быть обязательно сердцевина такая ядро. То есть сердцевина есть, то, мне кажется, все предпосылки все к тому, что заниматься может семейным бизнесом. Когда я начинал этим заниматься, это 90-е годы, тогда еще не думал вообще, чтобы там деньги какие-то были, я не думал об этом. Я думал начать что-то для себя, пойти по стопам дедушки, папы. Мы имеем несколько своих точек, бизнес еще как бы не очень большой, потихонечку развиваемся. Сюда я приехала, конечно же, за, так сказать, за развитием, так как здесь будут проводиться тренинги, обучение. Мы здесь представляем такой пример для семейного бизнеса, уникальный кейс, называется «Семейные яблоневые сады». Мы делаем весь интенсивный яблоневый сад под ключ. Семья уже приезжает на приемку своего сада. В этом бизнесе уже 9 лет, супруга Кланды Кавайжан. У нас большая группа уже, 84 тысячи человек. Как говорят, учиться, учиться еще раз учиться, потому что знания никогда не мешают. Мы здесь тоже полезную информацию получили и такие вот конгрессы почаще надо делать, чтобы мы себя видели, людей видели и себя показали. Продолжение следует...